Всем привет! Сегодня уже среда, и я себя не очень хорошо чувствовала последние два дня, поэтому большую часть времени провалялась с книжкой в кровати. Дочитала Гиллайт, про который я вам рассказывала в прошлом блоге. И эта книга точно у меня попала в список, который я обязательно перечитаю. И, может быть, даже её нужно перечитать второй раз, чтобы как-то полностью её прочувствовать. Мне не очень часто попадаются книги, после которых я плачу, но от этого я расплакалась в конце, и за несколько страниц до конца я прям чувствовала, как сейчас у меня пойдут слёзы. Я уже рассказывала это письмо священника к своему маленькому сыну. У него очень долго не было детей, и когда ему было, мне кажется, уже за 60, у них с его женой родился сын, и он очень перечивает то, что не сможет видеть, как он растёт. Там есть очень красивая часть, очень красивый параграф, и он там пишет, что если бы они были в другой ситуации, он бы, наверное, не рассказал ему тех вещей, которые он расскажет в этом письме. И, может быть, именно эти самые вещи окажутся важными для понимания его как человека, и в другой ситуации он бы их никогда не рассказал. Ну и в целом я по чтению очень много делала закладок, подчёркивала разные моменты. В общем, очень-очень понравилось. А сейчас я читаю книгу Ольги Токарчук, которая называется «Куда ты хочешь?» Ну, ложись к нам лучше. Иди в свой клуб по костям мертвецов. Она у меня уже была какое-то время. Ты очень смешной. Ты очень смешной. Я купила её, мне кажется, в одну из поездок в Петербург в подписных изданиях. Прошлым летом я прочитала её «Бегунов», которая мне понравилась, и мне очень понравилось, как она пишет. Если я правильно помню, то как раз «Бегуны» получили букера, а эта книга вошла в шорт-лист. Очень необычная история и очень необычная главная героиня. Наверное, основная проблема, которая затрагивается в книге, это убийство животных и насколько оно сейчас оправдано. И тут на обороте книги как раз про это написано. В своём тексте «Токарчик затеяливо шагает по точкам противоположной полярности, жизнь и смерть, случайное существование и предназначение человека природы, охотника жертвы. Кто имеет право жить, а кто убивать, и кому даётся власть определить это». Я за вчера уже прочитала половину, хочу сегодня попробовать её закончить. Она очень легко читается и очень-очень интересная, хотя сама тематика, она, скажем так, не самая приятная. Но то, как она об этом всём рассказывает и через героев и через их истории, это прям очень, правда, интересно. Всем привет! Сегодня четверг. Если честно, такая неделя, когда ничего особо не происходит, поэтому даже не знаю, что вам рассказывать и чем делиться. Ой, колик. Я вчера дочитала «Токарчик», я не забываю, как правильно называется книга, но мне она почему-то, её название напоминает название альбома Fiona Apple 2012 года, который я очень люблю. И там очень длинное название. Даже не буду его читать, но почему-то у меня первая ассоциация, которая возникла после того, как я прочитала, как называется книжка, это был альбом Fiona Apple. Мы сейчас, наверное, прогуляемся до ABC через какое-то время, возьмём кофе, хотя не знаю, насколько мы сможем прогуляться, потому что сегодня весь день идёт дождь. Хотим ещё зайти посмотреть к Кобику какой-нибудь новый комбинезон, потому что тот, который у нас сейчас уже как-то совсем стал плохо выглядеть. Что ещё хотела рассказать? А, ещё надеялась, что сегодня я смогу забрать все свои книжки с логобук, и осталась всего одна, которая не отмечена как готова к выдаче. Это вторая книга из трилогии «Рэйчел Каск». Вот. И я вчера думала как раз начать что-то новое, и потом подумала, что я лучше дождусь все свои новые книжки, начну что-нибудь из них. Ну вот, не знаю, когда она всё-таки появится. У меня там есть очень классные книги. Я надеюсь, что на этой неделе я всех не беру, вам покажу. Хотя половину вы уже, наверное, видели из моего заказа, но всё равно смотреть книжки в физическом варианте всё-таки интереснее, чем на экране. Ещё я хочу в этом видео начать собирать чемодан и рассказать вам про свой капсульный гардероб на отдых. Единственное, кстати, что я не купила из своего списка покупок, это полотенце «Тотем». Почему-то оно так и не появилось на Мэйчес. Всё ещё отмечено как Камин Сун, но так его и не было всё это время. На «Тотем» получается чуть ли не в два раза дороже, а на «Форфетч» есть только жёлтое, а я хотела бежевое. В общем, не знаю, видимо, буду без полотенца, что ничего страшного, но просто я уже представляла, как буду делать такие классные фотографии где-нибудь на камнях. Там будет это полотенце и море, в общем. Всем привет! Доброе утро! Сегодня суббота. Я хотела сегодня встать пораньше, начать делать влог и много-много всего успеть записать, пока светло и классный свет. Но мы проспали с Кобиком до 12 где-то, и это было слишком много. Я теперь пытаюсь как-то настроиться на день. Герман уехал утром по делам, поэтому я думала, что у меня будет как раз хороший момент, чтобы всё снять. Потому что на неделе я особо ничего не снимала, вообще какая-то такая неделя странная в плане съёмок получилась. Сейчас попробую всё это успеть до его возвращения и хотела сейчас вам показать. Я вчера уже показала в Инстаграме, но если вы за мной не следите, сейчас покажу вам одну очень классную историю. Мне кажется, я уже рассказывала, что коллекционирую Gentlewoman, и не так много журналов, которые я до сих пор покупаю, но Gentlewoman покупаю всегда. Не с первого номера, к сожалению, а с десятого. Но с десятого у меня есть все. Я не знаю, знакомы вы с этим журналом или нет. Это британская компания. У них выходит несколько журналов. Fantastic Man для мужчин и Gentlewoman для женщин. Так вот, и самый первый номер, который невозможно было найти за какие-то вообще адекватные деньги, он был с FiliFile. Вы не поверите, вчера я нашла его на Авида за 500 рублей. Честно, мне самой не верится. И я очень его давно хотела. На ebay они стоят от 20 тысяч. Во-первых, потому что мне хотелось иметь самый первый номер. Ну, вообще, в целом, мне хочется, чтобы у меня были все. Во-вторых, потому что это интервью с Fili, которое она очень редко дает. И это интервью они сделали как раз после выхода первых коллекций. Вообще, сам текст можно почитать на сайте Gentlewoman. У них на сайте все архивные интервью можно прочитать. Но мне хотелось физические кофе. Помню, как посмотрела ту коллекцию и просто была в шоке, как это просто и как красиво. Это вот такая у меня классная история вчера случилась. Кстати, смешно, что утром я хотела купить на Авида платье Селин. Оно было из лукбука. Ну, такое, достаточно, мне кажется, известное. Его продавала девушка из Новосибирска. И я увидела объявление, то есть она только-только его выставила. Хотела посмотреть, какого года эта коллекция. И пока я смотрела, его уже купили. И я расстроилась. Но потом, буквально через три часа, нашла журнал. И договорилась с девушкой, что вечером его заберу. И вот так он у меня появится. А-а-а, ты хочешь микрофон? Ты хочешь микрофон? Ты думаешь, что это твоя игрушка? Да? Ты думаешь, что это игрушка твоя? Ковик, зайка, ну это не твоя игрушка. Снимите, сколько тебе игрушек там внизу? Еще у этой девушки забрала Fantastic Land. Я их не собираю, Герман их тоже не покупает. И просто у нее он был, и я решила, что возьму. Почему бы и нет? Я показала, что он с Иоаном Макгрегором, которого Герман очень любит. А еще оказалось, что это выпуск, в котором они как раз объявляют и представляют джентльвумен. И тут внутри есть целая секция. Вот как раз она. Какая классная бумага. Со съемками и с Татьяной. И с Пентеревым. Ну, в общем, очень круто, мне кажется, что так получилось. Да, я вас слушаю. Я вас слушаю. Что вы хотели? Хотели журнал посмотреть? Очень круто, что так, в общем, получилось. Теперь у меня еще и есть Fantastic Man, где чуть-чуть есть джентльвумен был ее. Катя, что случилось-то? Что случилось? Ты серьезно очень у нас? Ты очень у нас серьезно? Да. На ручки хочешь? Пока я завтракала, умывалась, смотрела YouTube и допивала свой кофе, солнце куда-то ушло. Мы снова в темноте. Но я надеюсь, что это не помешает. Я хотела вам рассказать про свой большой книжный заказ, который я сделала на LogoBook. Мне приехали все книги, кроме одной, и все журналы, про которые я сейчас тоже расскажу. И хотела просто показать, что за книжки я заказала, как они выглядят в жизни, рассказать про что я уже начала читать. В общем, я надеюсь, что вам этот книжный контент так же интересен, как и мне, потому что я обожаю книжки. И я не читаю электронные книги, не читаю ничего с телефона, с компьютера и стараюсь всегда покупать... Ну, иди ко мне сюда. Иди сюда. Иди. Я тебя возьму на руки. И всегда стараюсь покупать книжеческие экземпляры. В общем, я очень рада, что нашла магазин, где можно все это заказывать. Наверное, расскажу о журналах сначала. Когда мы были в Петербурге, в подписных изданиях, я увидела вот такой журнал Happy Reader. И этот журнал делает пингвин совместно с Fantastic Man, про который я вам только что рассказывала и показывала. И это журнал про книги. Они приглашают какого-то человека, делают с ним большое интервью. Мне кажется, страницы на 30. И еще делают либо какую-то статью, либо здесь, например, серии фотографии с статьей, либо кусочек текста. В общем, разные книжные истории. И мне очень понравился журнал. Мне очень понравилась Вёрстка, которая супер напоминает Fantastic Man и Gentlewoman. И я нашла, что в Book Book можно заказывать эти журналы, потому что это совместно с пингвином. Например, в Gentlewoman их заказывать нельзя. И заказала еще три номера. Вот такой. Последний номер у них с моим любимым Moses Sumney. Обязательно послушайте, если кто-то не слушал. И еще из Grace Paul Spawner. Это дизайнер. Тоже очень мне нравится то, что она делает. И получается у меня есть номера... Одиннадцать, четырнадцать, пятнадцать и шестнадцать. Вот этот смол, я сам не был последний. Недавно вышел. И я, если честно, не собиралась начать покупать какие-то журналы. Но от этого невозможно было удержаться. Книжки плюс журнал, что может быть лучше. Особенно еще, когда есть какие-то интересные люди. И очень классно, что в каждом номере есть закладка. И они все разные. Например, вот в этом такая. Этот принт мне очень напомнил коробки Matches Fashion. И вот здесь, например, вот такая с цветами. Очень мне нравится. Очень-очень-очень. И буду покупать каждый номер. А еще про Fantastic Man я заказала Герману вот такой... Я даже не знаю, это не совсем книга, но не совсем журнал. Это такой сборник SS-интервью про мужской гардероб. И здесь они спросили 50 мужчин о том, что они носят из одежды, какие у них любимые вещи. Ну и, в общем, я подумала, что ему прикольно будет почитать. Не знаю, будет он читать или нет, но если нет, то я сама прочитаю. А теперь расскажу про все книжки, которые я сказала. Покажу сначала три, которые ко мне быстро приехали. Это коллекция с Зедди Смит, которую она написала в период карантина. Она не очень большая. Но я знаю, что очень многие находят здесь какие-то вещи, которые сильно у них отвлекаются. Книга Елена Ферранте. Буду читать ее в Греции. Уже не могу дождаться. Новая книга Котзуо и Шигура «Clara and the Sun». Мне очень понравилась обложка. Мне очень понравился цвет. На русском сделали примерно такую же. Но она все равно такая классная, поэтому решила заказать. Дальше у меня две книги Рэйчел Каск. «Алтлайн» и «Кудас». И у меня не хватает еще одной. Это трилогия. Первая «Алтлайн», потом идет «Транзит», которой у меня нет и приедет только в середине сентября. И вот эта последняя. Я пока думаю, что начну читать первую. Или, может быть, вообще подожду, пока все-таки приедет третья, чтобы прочитать все три. Но Рэйчел Каск тоже все очень любят. И мне уже тоже не терпится прочитать. Следующая книга — это «Blueberries» и «Лена Сэвич». Про эту книгу очень-очень-очень много говорят на американском booktube. И мне тоже очень интересно было ее прочитать. Это сборник эссе на разные современные темы. Мне кажется, я не встречала ни одной книги, на которой были бы такие отзывы. И так как я читаю очень много художественной литературы, будет, наоборот, интересно перенестись во что-то такое более настоящее и более реальное. Еще один автор, который мне был очень интересен, это Дебора Ливи. Я заказала две ее книги. Художественная «Swimming Home». Она финалист Букера. Ее, кстати, я уже начала читать и прочитала вот столько. И «The Cost of Living». В общем, это тоже история ближе к эссе. Я-то понимаю, что у нее было несколько книг, таких мемуаров, где она рассуждает про современную жизнь. И, может быть, это даже не первое. И, может быть, мне нужно заказать первое. Я проверю. Вот. Но это мне очень нравится. Очень классное. Ну все, иди тогда на диван. Мне очень нравится язык. Мне очень нравится, как развивается история. Я решила прочитать ее как раз перед отдыхом, чтобы не брать ее с собой, но успеть прочитать что-то до отъезда. Но потом расскажу, сделаю отдельное, наверное, видео про все эти книжки. Может быть, если я когда-нибудь научусь нормально рассказывать про книги. Вот. В общем, вот такой книжный слой журнальный апдейт. Я очень довольна своей подборкой. Если кто-то что-то читал из-за этого, буду рада, если вы напишете. Вообще, буду очень рада, если вы будете делиться книгой, на которой читаете, либо книгой, на которой советуете прочитать мне. Я думаю, что из Греции у меня получится такой reading-слэш-пляжный влог, где я буду читать и загорать. Надеюсь, вам это будет интересно. Буду, конечно, показывать аутфиты, но параллельно буду рассказывать про книжки. И у меня сейчас одни из моих самых любимых ютуберов, которые я смотрю, это книжные ютуберы. Мне вот, видимо, из-за этого хочется тоже что-то такое подобное, книжное делать. Что у нас сегодня с вами в планах? Приехал новый купальник, и мы с вами прогуляемся до почты. Мне нужно его будет забрать. Надеюсь, он мне придет. Я не очень уверена в этом. Я не хочу вам свое место и там теперь копать. Сейчас собираюсь на почту сходить. Покажу вам свой аутфит. Наделала белые брюки Totem, которые мне немножко укоротили. Мне кажется, они стали смотреться лучше, просто потому, что внизу теперь нет залома, который мне не очень нравился. На меня футболка Totem. Тут все сливается. Сверху свитер Acne. Там сегодня прихладно. сумка Селин Битбек и Биргенштоки на Сандр. Ну что, посмотрим, что нам приехало. Так, сейчас открою и вернусь. Думала, будет немного другой цвет, более теплый. Но сейчас посмотрим. Так как я еще не настолько уверена в себе, эту блогер, чтобы показывать вам себя в купальнике, покажу вот так. В целом неплохой. Единственное, мне хотелось, чтобы был немножко другой цвет. Модель называется Cloud. Смотрите на сайте, если вам интересно, как он сидит. Cloud High Cut Swim Bottoms и Cloud Triangle Swim Top. Мне очень понравились вот эти сборки. Всем привет! Я потихоньку начинаю собирать свой чемодан. Хотела показать вам, какие вещи я беру с собой и какие аутфиты я уже с ними придумала. Плюс покажу, какие сумки эксуары беру. Я уже начала с платьев. Сейчас их покажу, примерять не буду, потому что вы их все видели. И дальше уже пойдем по башкам, брюкам, шортам, декам. Еще не до конца решила, какие платья брать собой, но очень хочу взять. Вот это кос. Длинная, с плетировками. Еще одна кос. Черная, с такими пышными рукавами. Короткая. Я, конечно же, беру свое красивое котимо, которое я специально купила для отдыха. И хочу взять вот это селин с завязками. Недавно вкладывала фотографии у меня в инстаграме. Так. Есть еще вот такой костюм в Rock Stories. Здесь такой, наверное, топ. И юбка. Мне он очень нравится, но немножко не дает. Ощущение, что платья уже занимают полчемодана, поэтому буду скромна с остальным. шорты. Это шорты Акне. Я вам сейчас покажу, как они сидят, смотрятся. Купила их на Авито. Была на 100% уверена, что покупаю бежевые шорты. Ко мне приехали вот такие светло-зеленые, светло-салатовые. Но, если честно, я даже обрадовалась, потому что у меня все черное, белое и бежевое. И наоборот, классно, что появится какой-то цвет. Так. Их я сейчас вешу сюда. Точно возьму две пары белых блюх. Обе пары селин. Одни шелковые широкие. Или можно взять только одни. Нет, я возьму одни брюки селин, а вторые возьму тотем. Тотем льняные. Вот как раз я была в них. Ходила на почту. Думаю, что белых брюк будет достаточно. А, еще мы должны льняные. Возьму черные льняные шорты такой более пляжный вариант это Uniqlo. И вот такие белые шорты H&M. Тоже ходить на пляж. В принципе, они с рубашками тоже классно смотрятся. Так. Что я еще хотела взять? Обязательно возьму какие-нибудь черные брюки, потому что все-таки вечером иногда может быть прохладно и я поняла, что я не могу путешествовать без черных брюк. Мне некомфортно, поэтому возьму либо вот эти спортмакс широкие, либо какие-нибудь еще. Посмотрим. Так, у нас будут белые брюки Totem Celine шорты. Шорты, шорты. Так, юбки. Хочу ли я взять какие-то юбки? Я всегда беру много рубашек, потому что рубашки на отдыхе это, наверное, моя униформа. Вот эту аркет обязательно возьму. Они классно совсем смотрятся, у них не жарко, поэтому убираем рубашки. Точно беру вот эту акне. Она у меня очень давно, я ее беру с собой в каждое путешествие, если это что-то такое более летнее. Очень ее люблю, она без пуговиц. достаточно длинная, с разрезами на рукавах. Смотрится очень классно. Точно беру вот эту гинеку Аюр. Тоже ее очень люблю, она вообще абсолютно классно смотрится со всеми моими брюками. Так. Точно беру вот этот Топ Жил Сандер с пышными рукавами. беру вот этот Топ Тотем из льна и шелка, такой немножко блестящий, немножко призрачный. Очень классно смотрится широкими брюками Сили. льна 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 и льна и льна и льна и льна льна и льна что есть шлепки шлепки Роу но шлепки Селин тоже и Биргеншток и Жил Сандер тоже будут классно смотреться. Эти же брюки Селин с рубашкой Uniqlo U тоже мне нравится очень силуэт широкая Oversized И здесь на рубашке коричневые полосочки которые классно прикликаются со шлепками Роу Это рубашка Acne с теми же брюками Добавила сюда еще платочек Arket Я покупаю платки с огромным желанием носить косынки но они ужасно не идут Поэтому приходится придумывать что-то другое Во-первых посмотрите какие классные шорты и какой классный у них фасон Во-вторых как круто они смотрятся с этим бомбоком Жил Сандер Кобик Ты нашел место себе И с этими объемными рукавами мне очень нравится Супробую чтобы никого не задеть показать в полный рост Или вот как шорты смотрятся с рубашкой Uniqlo U на выпуск тоже мне кажется классно Кстати я вспомнила что не показывала шляпу которую я заказала тоже мне она очень нравится чувствую себя немножко персонажем какого-то фильма Лассандерсона с шортами такого цвета вот что я беру из обуви брюкинштоки Жил Сандер шлепки Роу шлепки Селин и сандалии Роу и мои старые Селины которые я очень-очень люблю всегда их беру даже на отдых и наверное какие-то шлепки для бассейна для пляжа а из сумок конечно беру корзинку Лэва я думаю что поеду с ней авоську клатч Лэва чтобы носить с авоськой и думаю что возьму сумку Роу которая сетчатая темно-синяя они все легкие не занимают много места но зато будет много вариантов разных всем привет ну что сегодня будем продолжать сборы на самом деле я почти все уже подготовила и собрала почему сладкий посмотрите на него кто такой сладкий у нас да ты ты расстраиваешься что я ухожу но я дома буду я никуда не пойду мне кажется я все придумала по вещам осталось это все сложить только в чемодан частично я это уже начала делать и сейчас хотела вам еще показать банки которые я с собой беру и какие-то мелочи которые у меня сейчас есть на столе идемте посмотрим банки и потом я уже наверное буду прощаться потому что мне еще сегодня предстоит монтировать этот влог из основного ухода возьму с собой вот эту сыворотку лярошпозе которая мне очень-очень-очень понравилась она так вкусно пахнет и очень приятно ощущается на коже думаю что обязательно потом куплю когда это у меня закончится вторую прям очень рекомендую попробовать очень классно увлажняет прям супер беру антиоксидантную сыворотку Jordan Samuel чтобы ее уже закончить у меня там осталось чуть-чуть увлажняющий крем для лица рожпозе розелиак для изумывания возьму с собой фреш у меня там уже не так много осталось и на случай если он закончится раньше возьму умывалку Fenty Skin которая мне тоже кстати очень нравится и как раз тоже ее нужно закончить вообще я купила себе вот такую SkinCeuticals Llamish Plus Age Cleanser Gel здесь она с липогидрокси айсид с кислотой и мне очень нравится как она очищает кожу очень классная но она просто огромная и я не хочу ее с собой брать не хочу ее переливать потому что решила что я уже закончу лучше те плюс не хочу на солнце ничего слишком жесткого использовать на коже и мне кажется эти тоже неплохо будут справляться из SPF я беру SkinCeuticals для лица SPF 50 для тела беру для начала Lancaster потом уже вот такой купила тоже попробовать новой виши SPF 30 и это активатор от загара и вот такую баночку Сезон Кауфман After Sun Gel если вдруг будут какие-то покраснения этот гель классно их успокаивает для волос вот такой шампунь перелью из большой банки и бальзам из этой же от этого же бренда вот такой набор у меня будет хотела взять еще какую-то маску для лица но не уверена что буду ей пользоваться тут я выложила платочки шляпы чтобы в последний момент убрать чемодан беру с собой пленочный фотоаппарат там у меня есть пленка я только ее начала и еще одна на 36 кадров мой любимый бальзам Hermes для губ увлажняющей очень-очень классные наушники здесь мои штуки для монтажа из книг я решила взять Лена Ферранте Blue Breeze и Clorane Sun от Зои Шигура надеюсь что все их успею прочитать компьютер поеду с корзинкой думаю что у меня все туда вместится вот ну что следующий влог я надеюсь уже будет изгреться через плюс-минус неделю чуть-чуть дольше Кобик ты мне мешаешь немножко а пока всем хорошей недели всем спасибо что посмотрели мое видео спасибо что оставляете комментарии мне очень приятно и очень интересно с вами общаться и всем пока